Соревнования обещают быть зрелищными. В этом уверен каждый из сотни спортсменов, встретившихся на городском и окружном первенствах по скалолазанию. За титул победителей боролись не только губкинцы, но и наши соседи из Муравленка, Надыма и Ноябрьска. Каждый настроен достойно представить свой город и покорить высоту. Победитель соревнований определяется очень просто. У кого лучшее время, тот и победитель. Соревнования по трудности проходят с нижней страховкой. Они будут проходить в той части скалодрома. Кто выше долезает, у того выше результат. Соревнования на скорость – настоящий бег по вертикали. Спортсмены преодолевают трассу на время. Проводятся парные гонки, в рамках которых скалолазы взбираются по абсолютно одинаковым трассам. Победителем считается тот, кто доберется до вершины первым. И спортсмены готовы показать результат тренировок. Мне нравится скалолазание тем, что в моем виде нужно делать все быстро, правильно. И скорость мне очень нравится. Все проходит хорошо, результаты очень хорошие. Трассы хорошие, не скользкие. Все нравится. Самое главное – это тренироваться много и также психологически быть готовым. Потому что скорость может любой произойти. Допустим, ты быстро бежишь, там у тебя нога или рука слетела. И тебе нужно быстро восстановиться и добежать. То есть психологически надо быть готовым. Соревнования на трудность – основа скалолазания. Здесь нет скоростных забегов и головокружительных трюков. Чистое покорение вершины. Главная особенность в том, что к состязанию создается уникальная трасса, которую скалолазы видят впервые. Задача спортсмена – забраться максимально высоко. По итогам на окружном первенстве в дисциплине трудность самыми результативными оказались губкинцы. Они принесли в копилку побед четыре золотые медали. В дисциплине скорость отличили спортсмены из Ноябрьска. У них тоже четыре первых места. На первенстве города лучшими скалолазами признаны Максим Савич и Эльвира Магадеева. Сабина Лемарова, Валерий Усманов, Александр Серебренников, Денис Гонцов. Новости Губкинского.